Вторая волна паводка миновала, но подтопления были. В Чережском районе река вытекла в дыру строящейся дамбы. Десятки участков затопило, компенсации не было. Ужасная авария произошла на трассе Барнаул-Рубцовской. За дыма столкнулись четыре авто. Крайним была женщина с двумя маленькими детьми, а следом гнала фура. Чтобы избавить скорость машины и спасти детей, женщина пошла навстречу. Умерла на месте. Ой, вот она, смятка вообще. Вот колесо вот здесь вот делала, вот там. Ой-ой-ой. Новый мост Барнаула вновь забрал жизнь. Утром 3 июля женщина покончила с собой, свидетелей не было. А через несколько дней стали говорить о миллионах погибших в нескольких районах пчел. Пал таких масштабов грозит неурожаем меда. Пчеловоды винят во всем фермеров. Мол, те поливают рап с пестицидами, убивающими насекомых. Разбирательство не закончено. Говорят, что надо пчел дать там на анализ. А где ты ее возьмешь, если она отравили? Она там и осталась. Без жертв, к счастью, обошелся большой пожар в Барнауле. Возгорание в квартире перекинулось на крышу, дым заполнил всю улицу. Одни жильцы выбегали сами, других эвакуировали. Спасали первые попавшиеся. Площадь пожара почти полторы тысячи метров. Новую крышу уже делают, а вот что восстанавливать не собираются, так это усадьбу Михайлова. Строение по неизвестным причинам вывели из реестра памятников архитектуры и снесли. Здесь построят здание прокуратуры. В августе пост мэра покинул Сергей Дугин. Он управлял городом почти четыре года и предпочитал делать это тихо в своем кабинете. Барнаунцам запомнятся по набережной, которая осыпается и трескается, тротуарные плитки на главных аллеях города. И, конечно, серии коммунальных порывов только этой зимой. Мы считаем, что это будет такой прорыв в 2019 году. За свои комментарии и ответы Дугин часто становился героем мемов. Его фразы уже ушли в народ. А между тем политический прецедент создали в Бийской гордуме. Депутаты покинули заседание в знак протеста, чтобы не лишать своих коллег мандата из-за декларационного скандала. А позже уже краевой депутат Андрей Волков выступил за отзыв председателя КЗС Александра Романенко. Астрологи объясняют, в июле был особый коридор затмений. Осенью, как пророчат звезды, жителям края должно стать полегче. Больших потрясений не предвидится и, возможно, даже наступит финансовая стабильность. Анастасия Драган, День с толком.